МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И журналист Луганского информационного центра Инна Ткачева. Так, мы и начинаем. Наталья Александровна, на протяжении уже многих месяцев, уже почти полгода, главной темой не только в республике, но и во всем мире является тема коронавирусной инфекции, нового типа COVID-19. Что это за вирус? Почему он так опасен? В мире говорят то об эпидемии, то о пандемии. Все-таки что ближе к истине? Я хочу сказать, что эпидемия, пандемия – это, в принципе, две различные стадии протекания инфекционного процесса. То есть пандемия – это эпидемия в большем количестве стран мира. То, что сегодня коронавирусная инфекция зарегистрирована практически во всех странах, это и является основанием сегодня сказать, что мы столкнулись с пандемией. Потому что количество заболевших, оно непрерывно растет, но пока что это не максимальные цифры, а вот количество стран, которым пока что удалось избежать встречи с коронавирусом, становится меньше и меньше, практически их уже нет. Мы знаем из периодики прошлых лет, что коронавирус – это не новость, собственно говоря. И почему вот такие вот меры? Почему мы говорим о пандемии? Почему мы говорим об эпидемии? Почему такие меры предосторожности сверхординарные? Ну, вы правы, абсолютно уже больше стоветия, наверное, известен коронавирус. Коронавирусная инфекция составляет в общей массе острая респираторная вирусная инфекция, но как минимум это четыре вида коронавируса присутствуют. Но мы столкнулись с таким коронавирусом опасным, как МЭРС, и также это был SARS, SARS-1, там, где вирус действительно унес много жизней. И сегодня чем опасен нынешний коронавирус? Прежде всего, это тем, что он пришел к нам внезапно, он поразил сразу многие страны, большое количество населения, но он недостаточно изучен, чтобы мы, медики, оказывали сразу квалифицированную помощь, потому что это необычная пневмония, допустим, или необычный воспалительный процесс, когда мы с ним сталкиваемся в последней нашей жизни, уже знаем принципы лечения, оказание медицинской помощи, это и там антибиотикотерапия, коронавирус оказался резистентен ко многим препаратам, которые мы привычно пользуемся, и сам патогенез вируса и те патологические изменения, которые он вызывает в эндотелии сосудов, те механизмы именно возникновения, и тоже пневмония, это не воспалительный генез пневмонии, это микротромпозы, связанные с поражением массивной эндотелия, и лечением мы выходим на совершенно другой уровень оказания медицинской помощи, то есть наши стандартные механизмы лечения, они не оказывают той эффективности, и те осложнения, которые присущи, они уже являются фатальными, и обычная инфекция, это все-таки развивается при иммунодефиците чаще, и не является именно факторами риска, это обычные наши коммобидные состояния, наши заболевания, которым страдает большая часть населения, то есть на сегодняшний момент среднестатистический человек, который болен гипертонией, ишемической болезнью сердца или диабета, он уже имеет все факторы риска, чтобы явиться мишенью для нового коронавирусного заболевания, то есть совершенно другой уже спектр нацеленности этого вируса. Ну и плюс, конечно же, ранее привычно было, что у нас видно заболевшего больного, то есть у нас больной гриппом, он отличается от здорового, это пациент с катаральными явлениями, с повышенной температурой, допустим, с конъюнктивитом и так далее, то есть мы предполагаем, что у нас в коллективе появился больной человек, мы знаем, что нужно изолировать, а так как коронавирус в 80% протекает бессимптомно, зачастую общаясь с близкими, с родными, с малознакомыми людьми, мы даже не знаем, что человек может быть источником заражения, и то, что он не является именно пациентом, тяжелым пациентом, и он попал в эти 80% легкого течения, это не значит, что вы или ваши близкие имеют такой достаточный иммунитет и отсутствие патологии, и не попадут в эти 20% населения, которые требуют оказания помощи в условиях стационара и даже реанимации. Коронавирус является неким таким катализатором, при наличии других заболеваний у человека, хронических, является неким таким катализатором, который усиливает течение этих заболеваний иногда и выводит их на новый уровень. И они чаще являются причиной фатального исхода, то есть очень редко она, именно без почвы, почему молодежь не страдает? Во-первых, потому что этого белка мало, АЦ2. А что это за белок АЦ2? Почему действительно так? Он выборочен. Мишень коронавируса – это эндотелий сосудов. На эндотелии присутствует белок АЦ2, или привычный ангиотенцин-превращающий фермент 2, который является проводником вируса в сосудах. И в принципе дальнейшие механизмы патогены с этим и связаны. То есть последующий спазм сосудов, и поражение эндотелий, и последующий тромбоз. То есть механизм таков, что именно у тех людей, которых этого белка больше, а они с возрастом, количество белка АЦ2 возрастает, и больше у мужчин. И также замечается такая закономерность, что у пациентов с сердечно-сосубистыми заболеваниями, и особенно с гипертонической болезнью, этого белка больше. Поэтому и мишенью у нас для вируса становятся, в принципе, пациенты, люди, которые старше возраста, чаще это мужчины и чаще люди, которые страждают сердечно-сосудистой патологией. Наталья Александровна, Вы уже сказали, что практически не осталось стран, которые бы не затронул этот вирус. Вот чем объясняются такие высокие темпы его распространения? Темпы распространения, наверное, это особенность самого вируса. Но я бы сказала, что все-таки для наших привычных эпидемий, эпидемии гриппа, не такие уж и большие темпы распространения в обществе. То есть его велика география. А вот темпы распространения в обществе, это еще нужно изучать. То есть количество бессимптомных больных, насколько сегодня уже людей имеют действительно иммунитет к перенесенному вирусу, те, которые перенесли бессимптомно. То есть если говорить о количестве, вот сегодня это до 400 человек в Луганской Народной Республике, которые зафиксированы с подтвержденным коронавирусным заболеванием. Если мы говорим о гриппе, допустим, или остро-репаратурной вирусной инфекции, то это 30 человек на 10 тысяч населения. То есть это в разы больше, это тысячи человек. И в принципе это молниеносное распространение заболеваний, особенно, как мы знаем, в детском коллективе. Достаточно заболеть одному ребенку, двум, трем, и уже осталось в классе 4-5 человек. То есть вот это действительно, это молниеносное распространение вирусной инфекции. То есть о коронавирусе, он требует дальнейшего изучения, насколько действительно он распространяется. Но то, что такая массивная география, это действительно какая-то невероятная патогенность вируса, контагиозность, то, что вот такая у нас сегодня картина географическая. Но это говорит о том, что его будущее достаточно перспективно, и он будет еще жить с нами достаточно долго. Ну вот вопрос как раз по поводу распространения. Многие эксперты сходятся на том, что как раз причиной такого быстрого распространения вируса является современная жизнь человека, да? Как раз вот его связи, транспортные связи, вот эти вот общественные связи. То, что мы живем, в принципе, вот так скучно. Насколько это соответствует действительности? Естественно, это правда. То есть непрерывная миграция. Луганская Народная Республика достаточно обособленная территория. У нас, как многие жители, рассчитывали, что это не коснется нас. То есть где Китай, где мы? Первая реакция, что это невозможно, то, что вирус придет сюда. Когда появились первые случаи заражения Российской Федерации в Украине, то есть уже в территориях, которые вот они рядом с нами, мы уже начали понимать неизбежность этого процесса. Но когда появился первый больной, то есть это уже было восприятие к карму. Как это может быть с нами? То есть момент миграции, он настолько сейчас выражен, что вопрос избежать того, что вирус не распространится на какой-то территории, это невозможно просто. Действительно, уже нужно смириться с тем, что вирус, он с нами, он среди нас, и мы должны научиться жить с ним. Перед записью мы общались с вами, мы сказали, что вирус, который пришел к нам с территории Украины, более агрессивен, чем вирус, который пришел с территории Российской Федерации. Объясните, пожалуйста, эту мысль. Ну, это предположение, естественно, потому что мы уже склонны к анализу тех случаев, которые мы зафиксировали здесь. Если сначала это были в основном завозные случаи, естественно, мы могли чутко отследить тех людей, которые являлись источником заражения. И мы вот по течению заболевания обратили внимание, что в основном вот вирус, который пришел с Российской Федерации, чаще это бессимптомное носительство с территории Украины, люди с более яркими клиническими, правильно, чем-то можно объяснить. Но, скорее всего, то, что на территории Украины появился более чистый из стран Европы, потому что вот там более выражена миграция со стран Европы. В Российской Федерации он распространяется уже друг к другу. Но сегодня мы уже об этом не говорим, может быть, даже не стоит об этом упоминать, потому что сегодня мы уже диагностируем случаи, не связанные с завозом. И извне уже сегодня у нас заболевшие – это наши жители, которые даже не имели контакта с прибывшими из-за предела в территории Луганской Народной Республики. Это уже люди, которые имеют на сегодня осложнение коронавирусной инфекции, то есть обращаются на этапе уже возникновения пневмонии. И поэтому уже, наверное, не важно, какой вирус у нас сегодня, вот откуда мы его у нас получили. Это уже наш луганский народный вирус, который он среди нашего населения. И мы сегодня боремся с коронавирусной инфекцией, которая протекает как легко, как в средней степени тяжести, так и имеет достаточно серьезные клинические проявления, которые требуют оказания медицинской помощи в условиях реанимации. Во время разговора Вы уже несколько раз сказали, что нам придется жить с этим вирусом дальше. Что Вы имели в виду? Ну, наверное, это сразу и ответ на тот вопрос, как существует он или нет. И как-то мы уже это обошли, сомнений среди нас с Вами не вызывает, если коронавирусная инфекция. А вот проведено исследование Российской Федерации, что порядка 30% населения считает, что это какие-то политические игры, придуман вырус, придумана проблема, и мы, в частности, руководство всех стран в каком-то обоюбном сговоре. Ну, то есть, почему существует такое мнение? Это обычная реакция человека на стресс, реакция человека на то, что существует проблема, которую нельзя избежать, на неизбежность. То есть, существует, ну, как это ни банально, я медик, я врач, существует 5 стадий восприятия неизбежного. Первое – это отрицание. И любой человек, который либо боится умереть, либо боится заболеть, либо просто не хочет менять свой образ жизни и хочет вернуться, вот, чтобы это не стало так, как было. Я не хочу носить маску, я не хочу, там, этого, карантина, самоизоляции. Вот это вот момент отрицания – это первая реакция на стресс. Вторая реакция – это гнев. То есть, когда мы сталкиваемся с коронавирусом, уже действительно видим заболевших, бегем прибывших, ну, то гнев – это то, что у нас было среди населения. То есть, закройте все границы, прекратите вообще движение, это ж много обывателей, они же тоже советуют. Прекратите, изолируйте, мы не должны с ним толкнуться. И вот после гнева и, наверное, какого-то вот торга, что это не может произойти с нами, это невозможно, потом наступает депрессия. То есть, уже вот перед моментом приятия ситуации, приятия неизбежности этой ситуации, у многих людей наступает депрессия. И сейчас каждый из нас просто на разной стадии воспринимает эти проблемы. То есть, кто-то категорически отрицает, кто-то в гневе, что прекратите, остановите, верните мне, пожалуйста, прежнюю жизнь. Кто-то торгуется сам с собой, что вот это произойдет, но не с кем-то другим, и это не коснется. Кто-то в стадии депрессии, потому что понимает, что, скорее всего, там придется нам столкнуться с этим вирусом. И вот окончательная стадия, пятая, приятие проблемы, вот она должна научить нас жить счастливо с коронавирусом. То есть, возможно это или невозможно, мы научились жить с войной. У нас идет война, но при этом мы счастливы, у нас рождаются дети, они ходят в школу. Но то же самое должно произойти с коронавирусом. Мы должны принять, что он есть, научиться с ним бороться, научиться с ним жить. Маски – это навсегда? Маски тоже нужно понимать, наверное, в каких случаях они нужны, в каких они не нужны. В каких это случаях, ну даже нелепость, наверное, а в каких необходимость. Мы на ближайшее время, да, маски будут в нашем обиходе. Но я думаю, что придет время, когда мы все-таки минимизируем необходимость ношения масок. Но я хочу сказать, что вот меня же даже жители останавливают на улице, говорят, Наталья Александровна, вы нам с экрана телевизора говорили, надо одеть маску. Почему вы гуляете без маски? Я, как все люди, гуляю с ребенком, с семьей. Но гулять на безлюдных улицах в маске не имеет никакого смысла, точно так же, как мыть голову в шапочке. То есть мы, это процесс оксигенации, получение кислорода, это инсоляция, то есть мы оздоравливаемся, пребывая на улице. Но если это касается людных мест, пребывания в многочисленном коллективе, где действительно невозможно соблюдать дистанцию социальную, то есть это может быть и рынок, и супермаркет, то есть у каждого свой образ жизни, у каждого свои абсолютно вот социумы, свой круг общения. Ну это, вы знаете, я с негодованием воспринимаю, когда люди вот в таких местах демонстративно не носят маску. Да, вот ты конкретно можешь не бояться коронавируса, это твое личное право, у тебя там стадия отрицания неприятия, это твоя личная жизнь, твоя психика и так далее. Но конкретно ты можешь являться источником инфекции для окружающих, и ты можешь не знать, что ты являешься выделителем коронавируса. И почему я или там кто-то, чей-то бабушка, дедушка, родитель должны рисковать своей жизнью, потому что у тебя там вот стадия нигилизма какого-то. Это уважение прежде всего к обществу. И проявлять свою личную позицию неношением средств индивидуальной защиты, это неуважение к обществу. И вот я бы хотела сказать, даже вот когда, я уже говорила, зачастую видишь картину, вот супермаркет, папа в масочке, мама при спущенной масочке, ребенок без масочки. Да, дети клинически не проявляют чаще всего болезни, но они являются такими же переносчиками коронавирусной инфекции. И мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностированы более 10 случаев, и это длительное-длительное выделение вируса. Вирусовыделение у детей происходит и месяц. Ребенок себя прекрасно чувствует, он практически здоров, он весел, то есть отклонений нет практически ни в клинические, ни в анализе крови. Но этот ребенок может выделять вирус. И то, что вы сегодня одели в супермаркет масочку, ребенку не одели, придя домой, вы получите тот же коронавирус от своего собственного ребенка, и потом будете винить друг друга, что кто-то это принес в семью. Наталья Александровна, давайте вернемся еще раз к иммунитету. Вы сказали такую фразу, как коллективный иммунитет. Вырабатывается ли он сейчас, приобретаем ли мы какую-то защиту, переболев этим коронавирусом? Существуют ли какие-то прививки сопутствующие? Коллективный иммунитет, ну, наверное, сначала, вот, научное обоснование, это порядка 65%, 65% населения, которые уже переболели заболеванием, это, возможно, повлияет на течение пандемии. То есть, насколько сегодня распространено это заболевание, в социуме это изучается, сегодня вот в Российской Федерации появилась возможность определения антител к вирусу, который уже накапливается у человека, который переболел. Но почему коллективный иммунитет в этом случае можно поставить пока что под сомнение? То есть, мы все на него очень надеемся. Но вот именно коронавирус, он вызывает иммуносупрессию. И здоровый организм, да, он среагирует выработкой антител. И чаще всего это будет, возможно, достаточное количество антител. Но если человек ослаблен, и у него ослаблен иммунитет, и количество сопутствующей патологии достаточно велико, то организм нацелен на выживание. Он борется из последних сил. И уже, как показали исследования Российской Федерации, напряженность иммунитета переболевших тяжело, она невелика. И, допустим, бессимптомное течение заболеваний тоже зачастую дает недостаточное количество антител, чтобы в последующем антитела сохранились, допустим, длительно. То есть, пока что не идет речь о том, насколько будет длительный иммунитет. Если при Мерс это было до 18 месяцев, там, SARS более двух лет дал иммунитет, то сколько будет иммунитет сохраняться коронавирусной инфекции, это требует дальнейшего исследования. И все-таки прогноз по коллективному иммунитету, да, это наша надежда, но это требует изучения, подтверждения. И все-таки хочется сказать, вакцина, создание вакцины, да, это еще одна надежда. Ну, существует масса, конечно, мифов по поводу вакцины, какие там могут быть направлены у нас действия вакцинирования или вакцинации. Но чтобы создать вакцину, нужен минимум год, а чтобы ее исследовать, исследовать отдаленные последствия поствакцинальные, это еще год, то есть порядка двух лет, если мы хотим получить качественную, эффективную вакцину. То есть сегодня пока что это, да, есть будущее за коллективным иммунитетом, но оно отдаленное. Еще один вопрос о темпах распространения. У нас жители в соцсетях делятся мнением. Вот многие считают, что темпы его распространения снизятся в летний период, то есть при повышении температур. Вот какие прогнозы министерства на этот счет, как можно подтвердить, опровергнуть это? Ну, мы, как и все жители, тоже хотим надеяться, что это произойдет, потому что любой нормальный вирус, он не терпит инцеляции. И коронавирус, он этим, слава богу, не отличается от известных нам вирусов. Он действительно должен погибать, он должен ослабевать при массивной инсоляции. Плюс там существуют вопросы по непереносимости повышенной температуры. Настолько он, конечно, чувствительен к повышению температуры окружающей среды, как хотелось бы. Но те сегодняшние меры, которые мы направили на прекращение распространения эпидемии, пандемии и, в принципе, те тенденции, которые мы сегодня видим в мире, все-таки вселяют в нас надежду, что действительно будет как минимум спад и значительный спад заболеваемости. Но это не исключает то, что к осени, к сентябрю мы снова встретимся с этой проблемой. Поэтому нам нужно быть готовым, нам нужно понимать, что проблема есть, она не может уйти, потому что эффективной элиминации вируса вообще из общества, ну это практически миф, потому что таких эффективных действий, вот это разве только натуральная оспа зарегистрирована в истории человечества. То есть избавиться от этой проблемы в ближайшее время у нас нет шанса, поэтому мы должны с ней жить правильно. Я правильно понял, вы сказали год на то, чтобы разработать вакцину, год на то, чтобы проверить действия вакцины, и потом еще, я так понимаю, наверное, минимум полгода, год, пока будет население вакцинировано, и, в принципе, это все подействует, и, даст Бог, получится коллективный иммунитет. То есть три года, в принципе, нам нужно будет, нужно готовиться к тому, что минимум три года мы живем в режиме повышенной готовности. Вы знаете, давать конкретные прогнозы, наверное, я не вправе, потому что, естественно, сейчас все страны мира направлены на то, чтобы создать в кратчайшие сроки вакцину и в кратчайшие сроки ее исследовать эффективность. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в течение года. То есть насколько это будет там массовая иммунизация, или будет ли она вообще-то, прогнозировать не берусь, потому что проблема серьезная, ей занимаются, ну, самые компетентные умы нашей планеты. Поэтому это вот в обычной ситуации, там, стандартной, это, да, два года это требуется вот для полноценной разработки, испытания вакцин. Но так как ситуация сейчас нестандартная, и вот человечество все массивно столкнулось с этой проблемой, я думаю, что вероятно, что это будет более в короткий срок. То есть не исключено то, что некоторые города, например, Луганской народной республики, которые были открыты, да, закрывались, потом снова открылись, может, не дай бог, конечно, случиться такое, что придется снова закрывать и ужесточать там режим. Вы знаете, закрытие городов показало действительно свою эффективность. И там, где были города закрыты, и там, где вот режим самоизоляции соблюдался, пока что не показывает свою действительно стабильность. И исключить то, что пойдет на рост повторная инфекция, и вот где-то это будет риск повторного закрытия, я, естественно, не могу, потому что это жизнь, это развитие заболевания, это развитие инфекции, это исключить, это невозможно. Но сегодня мы на верном пути, и то, что этот метод показал свою эффективность, однозначно, и то, что сегодня не открываются некоторые города, да, там действительно сложная, сложная эпидемическая ситуация. И когда каждый день сталкиваешься с конкретным отчетом по каждому конкретному больному, понимаешь порезию заболеваний, и самая главная и неприятная тенденция сегодня, что ранее на первом этапе мы выявляли завезенный вирус, на следующем этапе мы уже выявляли наших жителей и круг контактных, то сегодня многие, может, в силу усталости, может, в силу того, что боятся, что госпитализация будет в функционное отделение, на ранних этапах не все обращаются. И сегодня много обращений уже на этапе осложнений, пневмоний. И если буквально три дня я говорила о 11 случаях, потом я говорила о 18, сегодня это уже порядка 25 случаев тяжелой пневмонии, когда обращаются к нам жители за помощью уже с признаками дыхательной недостаточности. И вот это действительно страшное то, что должно насторожить наших жителей, наших пациентов. Но если это высокая температура, затруднение дыхания, если вот появились клинические признаки, которые действительно ухудшают общее состояние, не нужно затягивать оказание медицинской помощи. Потому что, я думаю, не вызывает сомнений, что могут заразиться и даже погибнут и вполне здоровые молодые люди. И та трагедия, которая произошла у нас вот с нашим коллегой, с доктором, главным врачом Алексеем Навродским, это то, что нас выбило из колеи. Это, знаете, вот как ошпарило. Просто каждый человек, который чуть старше 40 лет, он действительно, у него не может не быть никаких проявлений, каких-то заболеваний. Он был совершенно здоровым, молодым мужчиной, полный сил, и которого за три недели действительно убил коронавирус. Поэтому я думаю, что вот весь скепсис со стороны жителей, он, да, он простителен, потому что это защитная реакция, но со стороны медицинских работников, ну, знаете, это вот крамольная такая неприятная вещь, это недопустимо, потому что вот сегодня фактически готовы оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией менее 40% медиков. 60% – это люди, которые не готовы приступить к оказанию медицинской помощи. И не психологически не готовы? Психологически, то есть мы не можем заставить, ну как, по трудовому кодексу можно на месяц перевести нам другие работы, но мы заставить человека, если он боится, если это совершенно обоснованность, страх за себя, за своих близких. То есть порядка 40% медиков у нас одевают противночумный костюм и идут работать порядка 60% у нас не готовы. И вот где эти 30%, которые не верят? Вот вы знаете, среди медиков они растворяются. И когда вот я слышу комментарии среди медицинских работников и какое-то несение у массы, что это не проблема, коронавирусы они существуют, вот вы знаете, нам нужны все. Вот одевай противночумный костюм и на передовую. Почему ты со своим мнением не приходишь и не помогаешь тем людям, которые в этом нуждаются? На сегодня зачастую инфицированные больные медики оказывают медицинскую помощь больным. То есть вот находясь в стационаре, находясь на госпитализации, они продолжают оказывать медицинскую помощь. И поэтому, когда медики говорят о том, что эта проблема вот такая сомнительная, ну это недопустимо, знаете, вот посмотрите в глаза близким погибших от коронавируса. Я не могу не затронуть эту проблему, потому что довольно серьезный был, в принципе, и социальный всплеск в республике, да и не только в республике. По поводу народных средств защиты от вирусной инфекции мы пережили имбирный бум, мы пережили лимонный бум, мы пережили чесночный бум, да, цены на эти продукты взлетали до небес, вот как-то одномоментно, потом они рухнули. Вот действительно, я так понимаю, цены отражают, в принципе, саму действенность этих народных средств, так это или нет? Ну, может, не действенность, а вы знаете, вот степень ажиотажа, она меняется, потому что люди понимают, что вот, возможно, это не помогло, подтверждение не нашло, существует что-то другое. У нас очень много действительно людей, которые верят в народную медицину, когда-то помогла народная медицина. Если говорить о моем личном отношении, то я могу сказать, что все, что способно улучшить иммунитет, оно помогает лично каждому из нас, запутаться о здоровье. То есть имбирь действительно повышает иммунитет, чеснок, лук действительно повышает иммунитет, лимон. Но это, естественно, работа над здоровым образом жизни и над здоровьем организма. И, в принципе, это путь, это новое начало нашего, нового образа жизни, запутаться о здоровье, пересмотреть отношения к собственному здоровью, пересмотреть отношения к здоровью детей и к здоровью наших пожилых граждан. То есть, да, действительно, надо заниматься постоянно, помнить о своем иммунитете, думать о том, что мы кушаем, думаем о том, что мы пьем, думаем, как мы ведем свой здоровый образ жизни или нездоровый, как его изменить. Это просто действительно путь к собственному здоровью. Уже был затронут вопрос об эффективности ограничительных мер, но жители продолжают задавать вопрос насчет того, зачем эти меры были сняты, если число заболевших продолжает расти. Не могли бы Вы еще раз объяснить? Число заболевших все равно будет расти. Если 2 прибавить, то все равно будет 4. И хоть если уже было 2, то оно все равно будет больше. Но эффективность меры какова? Если в конце апреля, в начале первых числах мая это было плюс 30 заболевших в сутки, то сейчас это снижено уже до 10 заболевших случаев в сутки и меньше. То есть 6, 8, 10, 12, вот такой разбег. До 30 заболевших в сутки мы пока что не возвращаемся. Это уже показывает эффективность. А зачем это было сделано, вот такие жертвы экономики? То есть это тот случай, когда, очень мне понравилось изречение, когда действительно определенный процент экономических потерь наше население дало в пользу жизни стариков и лиц среднего возраста. И это действительно того стоит, потому что это чьи-то близкие, это родители, это... И действительно, что бы хотелось сказать о том, об эффективности или неэффективности этих мер, существует такая вот догма, что это сделано для того, чтобы не треснула система здравоохранения. Вот вы знаете, что бы ни было, система здравоохранения от этого не пострадает. То есть будет у нас тысяча больных, будет у нас сто больных. Медицинская будет помощь оказываться, и кому оказывать медицинскую помощь, приоритетность, это все равно врач привык ежедневно делать. А вот то, что кому-то будет оказана медицинская помощь, и кто это окажется, окажется это конкретный человек или его близкий. И проблема оказания медицинской помощи с использованием искусственной вентиляции легких, вот это касается каждого жителя республики. И это сделано для того, чтобы спасти максимальное количество населения. И то, что мы сегодня получили не такое большое количество пока что смертных исходов, это говорит о том, что лечение начиналось превентивное. Начинается сегодня лечение, когда выявляются просто контактные, нет еще ни клиники, ни жалоб. Начинается сразу противовирусное массивное лечение, иммуностимулирующее. И нам удается избежать явных клинических проявлений. И вот я думаю, население, ну кому-то нравится эта мера, кому-то не нравится, большинству не нравится, потому что это прежде всего экономические потери для каждого, финансовые. Но то, что эти потери все-таки дали возможность многим людям жить, это очень важно. У меня, я так понимаю, подходит вопрос, наш разговор к завершению. Я прошу напомнить в конце, еще раз кратко, правила жизни, которые, ну на ближайшее, давайте будем оптимистами на ближайший год. Прежде всего, конечно, это правила личной гигиены. То есть это культура поведения в обществе. Это действительно там, где требуют ситуации использования индивидуальных средств защиты, их нужно сегодня использовать. То, что там не носить с собой спиртовые растворы, антисептические, ну в каком-то случае это целесообразно, если действительно или работа, или образ жизни связаны с постоянным контактом каких-то предметов общественного пользования. А так, обычное мыло, оно способно нас оградить от инфицирования, потому что это липофильная оболочка вируса, она не выдерживает воздействия щелочи. Поэтому, плюс, наверное, все-таки пересмотреть наш образ общения, это не должно быть вот такого именно общепринятого ранее у нас объятия, рукопожатия, поцелуев. То есть, ну да, это проявление эмоций. Но сегодня это определенная дистанция, она, возможно, уберечь нас от инфицирования. Ну, плюс я говорила о культуре болезни. То есть, если уже столкнулся человек с заболеванием, то вот практика наших мам, что ребенок выздоровеет окончательно в садике, это, то есть, ну это общепринято, да, кашляющий ребенок, или с обильными там выделениями, это общепринятое явление. Но сегодня это ляжет, конечно, на плечи наших воспитателей. Ребенка в коллектив допускать полностью выздоровеющие скатеральные явления недопустимо. Конечно, не будет у нас, я практически в этом уверена, я надеюсь, то есть, что учебный процесс в масках, это исключено, это ребенок в гипоксии, сам мыслительный процесс затруднен. То есть, это невозможно. А вот разделить классы, постараться разделить пересечение разных возрастных групп, то есть, вот совместное пребывание, да, это придется. И сам процесс оказания медицинской помощи у нас есть тенденция, допустим, к сезонным разделениям потоков. То есть, в период эпидемии гриппом у нас разделяется прием температурящих больных, вот там хронических больных, сегодня это должно тоже становиться наша норма оказания медицинской помощи, что температурящий больный, как сейчас, в принципе, введено нами, в большинстве случаев может обслуживаться на дому, или разделение потоков, то есть, определенный кабинет для оказания медицинской помощи температурящим больным. То же самое в коллективах, в рабочих, взрослых коллективах, недопустимо пребывание на рабочем месте температурящего сотрудника. То есть, если раньше это было, да, пафос, у меня 38, ну вот я среди вас, я вас не бросил, я выполняю свои трудовые обязанности. Нет, это недопустимо. Сегодня это неуважение к обществу, это опасность для общества. И так должны, в принципе, пересмотреть свое отношение работодатели, сам коллектив. Вот, наверное, такие несложные какие-то метаморфозы должны произойти с нашим сознанием, изменить его для того, чтобы обезопасить себя окружающих. Ну, еще раз хочу сказать, как это не банально, но здоровый образ жизни, здоровое питание, все-таки, наверное, то, что необходимо беречь наших стариков, у наших родителей лишний раз, наверное, уделить внимание и постараться их обеспечить продуктами питания и не допустить их там выхода там на тот же рынок. Не у всех есть такая возможность, не у всех наших пожилых людей есть. Здесь близкие родственники, но сейчас нам помогают и волонтеры. То есть, вы знаете, как ни странно, это шаг в цивилизованное общество, то, что сейчас происходит. То есть, это культура жизни. Культура жизни, социальная дистанция, и наши медики нас спасут. Я в медиках уверена. И я хочу сказать слова благодарности тем медикам, которые сегодня, еще до осуществления всяких выплат, даже до обещания, осуществления выплат, они сегодня на передовой, они оказывают медицинскую помощь. И я хочу сказать, что делают все. Спасибо большое, Наталья Александровна. Спасибо большое коллеге. Это была программа «Актуальное интервью» на Луганск-24. До новых встреч.